У Аллаху Субхану Ва Та Аля, в общем, его сайфаты, его атрибуты делятся на две категории. Первая категория – это такие его сайфаты, его атрибуты, как аль-магфира, прощение, рахма, милость. Поэтому Аллах Субхану Ва Та Аля любит, когда человек тоже становится таким, когда прощает. Аллах в Коране говорит, прощайте, миритесь, неужто вы не любите, не хотите, чтобы Аллах вас простил. То есть Аллах Субхану Ва Та Аля показал здесь, указал нам, если человек прощающий, Аллах Субхану Ва Та Аля его простит. Милость. Пророк Мухаммад Салаллаху Аляхи Ва Салам сказал, к милостивым проявить свою милость. Милостивый. Аллах Субхану Ва Та Аля. То, кто не милостив, не получит милость Аллаха. То есть эти атрибуты, которые Аллах Субхану Ва Та Аля любит, когда человек берет эти атрибуты. Но есть у Аллаха Субхану Ва Та Аля другие атрибуты. Ла юхиббуллах ай юнази аму фи ахад. Другие атрибуты Аллах не любит, чтобы кто-то участвовал в этих атрибутах, помимо Аллаха. Только ему принадлежит. Это аль кибрия вал азама. Высокомерие и величие. Высокомерие и величие. Как же тогда мы должны, рабы, как мы должны приближаться к Аллаху через эти атрибуты? Потому что они только принадлежат Аллаху. Оставлять их и отдаляться от них. Делай земной поклон Аллаху и приближайся к Аллаху. То есть, наоборот, ты должен проявлять унижение, проявлять покорность перед Всевышним Аллахом. Субхану Ва Та Аля понимая то, что только ему величие принадлежит. Через эти атрибуты вот так ты приближаться должен ко Всевышнему Аллаху. Субхану Ва Та Аля. Поэтому, уважаемые братья, земной поклон, если с оболочки посмотреть, вообще сам по себе земной поклон, это унижение. И здравомыслящий никому не будет делать земной поклон, кроме Аллаху, Субхану Ва Та Аля. Но если раб Аллаха сделал этот земной поклон только Аллаху, Субхану Ва Та Аля, то тогда он в самом полноценном и приближенном положении перед Аллахом, Субхану Ва Та Аля. Аллах говорит, делай земной поклон и приближайся. То есть, приближайся к Аллаху, Субхану Ва Та Аля. Субхану Ва Та Аля.